Сегодня тема нашего обсуждения ситуация, которая есть в нашей с вами стране, нашей республики. Потому что сегодня отношения у многих, как будто все, что творится в Республике Молдова, это где-то за пределами. Уважаемые друзья, но прежде чем начать нашу сегодняшнюю встречу, я хочу обратиться ко всем присутствующим. Уважаемые друзья, в последнее время мы читаем очень много нареканий, наше адресное адрес нашей команды, что мы были на встрече, выезжали в Тишнев в поддержку, как говорится, нашего лидера. И много разговоров, что на наше собрание люди не сами приходят, а загоняют, угрожают, чтобы гонять с работы. Поэтому я хочу обратиться ко всем присутствующим. Уважаемые друзья, честно, если кого-то сегодня заставили сюда прийти, если кому-то угрожали, я прошу вас, если вы не по доброй воле пришли сегодня, встать и пойти, и уйти домой, заняться своими проблемами. Ни в коем случае никто, никого сегодня не заставляет, чтобы зашли в этот зал. И прошу вас, если есть такие руководители, которые угрожают вам, что вас выгонят с работы или другие какие-то угрозы, прошу обращаться ко мне, и мы сделаем все возможное, чтобы наказать таких руководителей. Потому что действительно в нашей команде есть много руководителей, у нас есть очень много друзей. И естественно, что во всех предприятиях, там, где есть члены нашей организации Единогаузии, члены партии демократической, с которой мы работаем в одном союзе, мы вместе собираемся. Но очень скажу, что нехорошо, когда мы слышим, что пресса, оппозиционная пресса к нам, действительно пишет такие глупости. Вот когда собирается наша оппозиция, они выходят добровольно. А если мы собираемся, то обязательно кого-то там чуть не силском вводят. Поэтому я минуточку возьму паузу, поэтому без всяких стеснений. И если кто-то поступит честно, я только ему скажу спасибо. Сейчас вы видите, в стране довольно-таки очень неспокойно. Если сказать неспокойно, я мягко говорю, в стране революционная сейчас ситуация. Мы с многими из вас выезжали пару недель назад, выезжали возле кинотеатра Патрии, возле театра филармонии. Была у нас встреча, мы пошли на митинг поддержать кандидата Владимира Георгиевича Плохотнюка. Мы хотели его поддержать для того, чтобы он стал премьер-министром. Ситуация была сложная. Мы видели, что тогда он получил поддержку от Российской Федерации, но тот момент, и очень сильная была атака и давление на президента страны от румынов, европейцев и американцев. И в конечном итоге, хотя большинство парламенте было создано, но кандидатура Плохотнюка не было предложено президентом. После того, когда не было предложено кандидатуру Плохотнюка, демократы взяли паузу и выдвинули Павла Филиппа. Когда была предложена кандидатура Павла Филиппа, президент в принципе сначала не соглашался, но пошли демонстрации. И вы знаете, буквально за пару дней геополитика в республике меняется в разные стороны. Если европейцы были категорически против Плохотнюка, то потом предложили Павла Филиппа. Ну, в дальнейшем наоборот, значит, и европейцы, и американцы уже поддержали, и мы видели, что президент страны все-таки отменил свое же решение. Падурару, который был кандидатом в премьер-министр, отказался, и было предложено Филипп. И в дальнейшем, в принципе, парламент утвердил Павла Филиппа, сегодня премьер-министром. И это министерство, это правительство сегодня начало работать. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить вместе с вами ситуацию, которая есть, для того, чтобы принять общее решение и призвать наше население для того, чтобы в дальнейшем с вами работать. Мы вместе, чтобы работали. Но прежде чем я выступлю, я хотел бы дать возможность, чтобы сегодня выступали все, которые захотят, высказались по этому поводу. Сегодня уже записались трое выступающих. Если будут дополнительные люди, пожалуйста, готовьтесь. Я думаю, что 3-5 минут этого будет достаточно. Первым выступает Василий Савыч Невкачин. Пожалуйста, Василий Савыч. Как говорил Николай Харлампич, было сформировано парламентское большинство, 57 голосов, в зале было 68 депутатов, правительство избрано вполне законно и приведено к присяге. Больше всего в этой ситуации удручает, что объединились самые заклятые враги. Те, кто вчера ненавидел друг друга, был готов утопить друг друга, и которых тащили Молдову в разные стороны. Одни тащили в Румынию, а другие тащили якобы в Россию, но всего лишь отрабатывали деньги. И самое обидное в этой ситуации, что на этой же сцене выступают наши гагаузы, примар города, конечно, Петри Вогла, который, наверное, забыл, что рядом с ним стоит Настаси, что рядом с ним стоит идеолог фронтизма и развала Советского Союза Нантой, бывший преподаватель научного коммунизма и тоже идеолог румынского унионизма Церану. Стоит вчерашний председатель Народного фронта Юрий Рожко, и они вместе все кричат «ЖОС!». Наверное, господи Петри Вогла и те гагаузы, которые поехали туда из Кабарата, которых туда послал Сохотворский, потому что он был во главе, с которыми был Тютин и Звук Канеш, которых послал примар, Чедролуки топал, забыли, как 29 октября. Здесь вы все люди старшего возраста и помните, когда шли на нас 100 тысяч волонтеров, чтобы убивать. И наши гагаузы, к их стыду, стоят вместе с ними и кричат «Долой!». Они не понимают, что если это братья Настаси, Церану, Нанторий, Рожки и все остальные возьмут власть, и завтра будут опять выкинут клич «Хороший гагауз – это мертвый гагауз!». Мы это все проходили. Сегодня они стоят вместе. Для чего? Для того, чтобы свалить правительство. И им не нравится, что пришло наконец-то нормальное демократическое правительство, которое хочет перемен. Демократическая партия не замешана ни в одном преступлении. Если бы сегодня, как кричали на площади, и кричал в том числе и Петриокла, «Жост мафия!», «Жост плохотнюк!», Демпартия украла хотя бы один лей, они бы сидели вместе с Филатом. Но сегодня сидит Филат. Да, может быть, кому-то не нравится правительство Филиппа, но оно еще ничего не успело сделать. Оно только было приведено несколько дней назад к присяге. И я уверен, что мы должны, первое, сказать «нет» готовящемуся государственному перевороту, и «нет» той гражданской войне, которую готовят для нас это братье, которое хорошо проплачивается, поверьте, и кишиневскими, и зарубежными инвесторами. Вчера Дадон летал в Москву. До этого он объявил, что заблокируют аэропорт. Зачем он летал? Естественно, за очередной денежной прибавкой. Мы ничего не имеем против России. Но когда некоторые силы в темную используют наши политические партии для того, чтобы свергнуть режим, чтобы устроить кровавую бойню, которую мы наблюдаем уже больше года на Украине, поверьте, такая революция, такой переворот, такой приход к власти не нужен никому. Для чего поддерживать их? Для того, чтобы сменить нынешнее правительство на Царану, на Нантоя, на Виктора Петриогла. На кого из них сменить? Мы знаем прекрасно, кто они. Я считаю, что мы сегодня не просто должны высказать свою боль, не просто должны высказать свои мысли о том, что мы думаем про поводу того, что происходит. Мы должны принять резолюцию осуждения. Мы должны осудить действия наших примаров прежде всего, потому что с их согласия, либо при их поддержке наши соотечественники участвуют не в нашем спектакле, написанном в чужих кабинетах. Мы должны потребовать от головы автономии положить конец участию наших граждан, граждан автономии в этих антимолдавских, считаю, мероприятиях. И мы должны сегодня четко сказать нет антигосударственным делам. Мы должны потребовать сегодня от республиканских властей положить конец этим преступлениям. Потому что когда захватывают парламент, когда избивают полицейских, когда крушат все, мы это наблюдали уже. Во многих странах только оно проходило по-разному. Нам такой сценарий не нужен. Нам нужно мирное развитие Молдовы. 26 лет республика барахтается. Мы заслужили, наконец, право на нормальную жизнь. И если мы удержим это правительство, и если мы удержим эту власть, если мы удержим этот парламент, то мы с вами все выиграем. Новые перевыборы ничего хорошего не принесут. Потому что тот, кто приходит на крови и на беспорядки, пожинает такую же кровь и такой же беспорядок. Поэтому мы должны быть сегодня едины. Спасибо. Спасибо. Борис Константинович, пожалуйста. Кто хочет выступить, пожалуйста, записывайтесь. Дорогие друзья, хотел бы тоже, не претендуя на истину последней инстанции, в общем-то, поделиться своими размышлениями и анализами. Так же, как вы все, с тревогой всегда смотрю и последние новости по телевидению, по радио, как региональные, так и республиканские, так и московские каналы смотрю. Так же, как и вы, смотрю интернет и каждую минуту жду, что там произойдет в республике, и что в мире творится. И по городу мы ходим, общаемся друг с другом, и люди неравнодушны, очень часто обращаются, спрашивают, что ты думаешь по этому, как и что. Что происходит, разъясни. Ну, конечно, в силу своих способностей и в силу того, что я могу анализировать. А в школе нас всех учили анализировать, и как бы я хотел бы поделиться своими размышлениями в этом направлении. Что происходит? Василий Александрович сказал абсолютно правильно. Идет ползучий государственный переворот. Самое страшное случилось то, что я в понедельник смотрел по телевидению, когда господин Додон объявил о том, что впервые за 25 лет в Молдове объединились силы. Причем подчеркнул это силы праворадикальные, унионистские, прозападные и пророссийские силы. Объединились, которые представляют усатый и Додон-социалисты. Я задаю себе вопрос, что за скрещенный плод будет после этого, когда они объединились. И нахожу ответ, что произойдет самое страшное. Ведут в заблуждение народ, который, в общем-то, на волне недовольства экономическим положением, социальным обнищением, на волне этой поверить, и выпадет за ними. Это будет страшно, поэтому мы хотим разъяснить опасность. Я со своей стороны хочу предостеречь вот от чего. Вы знаете, мы с вами еще в влашем классе школы учили, когда в стране, в лесу пожар, все звери бегут на водопой и друг друга не кушают. Но когда беда минует, они друг друга сжирают. На что рассчитывают эти две силы? Они рассчитывают на недовольствие, качнут это правительство, парламент, перевыборы. И каждый из них уверенно рассчитывает быть в новом парламенте, быть первыми. То есть старт и первыми. Социалисты предполагают, что они возьмут свою квоту большую, как бы, ну, неплохое размышление, потому что это пророссийский вектор, близкий к нам. Ну, как бы, ну, ничего такого судительного с нашей стороны, вот с моей стороны, нет, ничего. Это нормальное явление. Мы же с вами год назад 98% отдали референдуму за то, что мы пророссийский вектор. Весь народ боялся. Нормально, нормально. Они отвечают на нашу вещь? Отвечают. А что дальше? А дальше есть же платформа «Да», которая сегодня, уже на протяжении полугода больше, руководит всеми забастовочными и антигосударственными процедурами. Они там правят балом. И я когда смотрел, видите, палатки, это их, все, значит, лидеры, которые сейчас, в общем-то, врывались в парламент, это тоже с платформы «Да». Это западноевропейская, прорумынская, агрессивная часть, о которой говорил Василий Александрович. Я еще прибавлю к тем Настасе, еще прибавлю эту даму, которая сейчас вот говорила. Санду. Санду, Майя Санду. Она идет впереди. Это абсолютно прорумынская, прозападная, агрессивная, значит, дама и ее представители. Это Настаси, которая сейчас в соцсетях пишет, что он румын, который. Самое интересное, я в то время тоже был в Кишиневе, надо было где надо было, там мы были тоже, и наблюдал в режиме онлайн выступления. Вот вы, если кто видел этот митинг в Кишиневе, то практически балом правили унионисты. Платформа «Да». Они и только свысока соизволили дать слово Дадону, где все там аплодировали, дали слово Усатому, дали слово нашему Волханежскому господину Петреуглу, который не разбирается, куда он попал. Понимаете? Они правят балом. Это и их свадьба, и на свадьбе присутствуют социалисты и Усаты, которые, в общем-то, как бы так. Но давайте мы поразмышляем, кто, не дай бог, случить перевыборы, не дай бог, и правительство сменить. Вот, допустим, по их сценарию идти. Кто придет к власти? Есть уверенность, что социалисты, пророссийские силы будут доминировать в парламенте? Никакой уверенности нет. Не будет. Потому что у нас, если в Гагаузе 98%, то 3,5 миллионное население Молдовы совсем других направлений. Больше направление другое. Значит, больше шансов попасть в парламент новый и большую квоту получить у платформы. Да, не в стороне будет, конечно, и либеральная партия, сегодняшний, так, наш временный союзник ГИМПу. Не в стороне будут другие, и когда объединятся они в будущем парламенте и получат квоту более 60%, социалисты опять будут никто, опять будут оппозиции, опять по новой накручивается виток, и бесконечный, который продолжается 25 лет, и его не остановить. Поэтому в данный момент, в данный момент лучше никаких перевыборов, а заняться экономикой. И вот демократическая партия во главе с руководством партии, пусть даже, допустим, многие в Гагаузе не понимают, ругают это. Это их право, людей. Но сегодня нам тревожить и делать перевыборы ни в коем разе нельзя. Потому что от этого проиграют все государство Молдовы, проиграет молдавский народ, а Гагаузский в двойне. А Гагаузский народ на любви к России, на пророссийском векторе, всегда лезет первым под танк. Нам это надо? Не надо. Почему мы сегодня в команде Дудогова Николая Карлабиша? Почему объединились около него? А потому что очень правильно сверли курс, что нам, маленькому народу, надо в этой сложнейшей ситуации, когда идут геополитические разрывы, когда есть большой 3,5 миллиона народ Молдовы, который в основном сделает выбор он, а не мы. Нам надо здесь себя найти, защитить себя. Что для этого надо? Нам для этого надо нормально сориентироваться по вектору государственности, а государство сегодня представляет демократическая партия. Она в любом случае, даже в случае с новым выбором, она останется в правящем альянсе, она будет диктовать, она будет не последним, даже может быть увеличить свой потенциал, но выборы сегодня не нужны. Кроме того, смотрите, я наблюдал, ну, вроде у меня комплекция хорошая, с это лицо, да, будем так, я самограниченно говорю, но я наблюдал, кто стоит на трибуне. Это все олигархи, которые, они кричат, плохотнюк олигарх, тот олигарх, тот олигарх, тот олигарх. А я посмотрел на них, там же бывший медистр обороны, как его, Василий? Медистр обороны Гамурай. Стоит, улыбается, такая харя, и вообще, улыбается, там все мертвы, там он в таком тулупе, и холеный, дародный такой весь, улыбается, и мой кайф сегодня. Остальные тоже, не бедные, остальные тоже все богатые стоят у руля, которые были когда-то у этой кормушки, они были в 90-е годы, они их просто сегодня оттолкнули. Этот же самый вышел писатель, который недавно ушел с парламента, Иван Хадырха, Хадырха, он только полгода назад только ушел, вот он опять вжез, вжез, почему? Потому что его оттолкнули, выкинули его оттуда. То есть идет реванш, они хотят взять реванш, опять они же, эти же самые непростые люди, непростой народ, и здесь деревень с колхоза придут, опять эти же, кто они? Олигархи. Недавно в соцсетях читаю, что оказывается, и миллионер, и мы знаем, что усадный миллионер, мы знаем, что оказывается, и Додон миллионер, и еще они все, они все миллионеры, они кричат, ведь больше половины митинга было посвящено олигарху Плохонюкову. Вот он, он такой, сякой, такой, сякой, олигарх, вот, богатый, но Плохонюка еще никто не доказал юридически, никто не, нельзя говорить, потому что действует презумпция невиновности, когда суд докажет, не на бог, что это есть, тогда другое дело, а его обвиняют. А сами эти стоят абсолютно вчерашние олигархи, которые сегодня, ну, грязь льют на людей, которых не доказано ни вина, ни остальное. В общем-то, такой, ну, глупый сценарий, и идет игра на двух чувствах. Первое чувство, это чувство, конечно, социальной неустроенности, обнищения народа, это главное, на чем они играют. И второе, они играют на патриотизме к России, да, еще раз говорю, мы пророссийский вектор, но нам надо беречь себя, и мы должны защитить наш народ. Я хочу сказать и другую вещь, что, в общем-то, как бы руководство Гагаузии, исполком Гагаузии, Пашкан Гагаузии, ну, вроде дистанцировались, вроде бы они заявили, ну, как бы, на данном этапе правильно, что они официально не вмешиваются, официально, но они и не делают ничего, чтобы оберечь наш народ, чтобы не ездили туда, как говорил Василий Савич, потому что те же примары, те же примары, которые толкают народ и агрессивно на эти митинги, они же не понимают о том, что, ну, в любом случае эта власть устоится и надо, чтобы она три года работала, а вот потом с этой властью надо сотрудничать. И когда господин Анастасов плачет уже полгода, повторяю слово, плачет, я никогда с ним не конфликтовал и не собираюсь, но именно говорю, вот, значит, там соседние районы дают много там миллионов, а нам не дают. Это я один из первых озвучил, потому что я работаю в строительстве и я знаком с приблизительно с вливаниями, денежными вливаниями по соседним районам, о том, что 40 миллионов в прошлый год удали когулу на дороге, 30 миллионов, чемчастнее я озвучил еще во время предвыборной кампании, он еще не был примаром. Он эти цифры подхватил и говорит, вот, значит, нам не дают денег, не дают, не дают. Да, вот маленькая семья, ругаемся, жена, муж, там еще кто-то, ну, идет ругание с родственниками, кому дают? Всегда, в первую очередь, перехватки, дают хорошему, дают тот, кто любит, дают тот, кто дружный, дают, кто не ругается, кто не обзывает, кто не оскорбляет, с теми дружат. Конечно, будем мы дружиться, нам унижаться не надо. И Николай Харламович, его команда не унижается, мы ведем достойное сотрудничество с власями. Будем нормально вести, не будет эти 3 миллиона, а будут сотни миллионов. Друзьям дают, в первую очередь, дадут. Это значит, подъем экономики. Вот я вчера был на планерке в своем, по своей службе, и с удивлением его услышал от своего коллеги с Кагула. Оказывается, в прочем году, Кагул, ну я не знаю, чьи, правда, инвестиции, я не спросил, на миллиардацию Кагульского района, в прочем году, освоили 200 миллионов рублей. Ну, у нас миллиардации нет, но деньги там осваиваются, осваиваются. Ну, я могу только предположить, что, конечно, и что, почему? Потому что, ну, как говорят? Регламент, Борис Кадачич. Да, заканчиваю. Дают тем, кто дружит. И призываю, не унижаясь, достойно представить Гагаузию, размышлять хорошо. Не унижаясь, мы должны дружить с руководством. Сегодня это руководство, которое выведет страну из тупика. Более того, при нехватке денег, минимум 60-70 миллионов надо выкинуть на новые выборы. Что лишние деньги в государстве есть. А не лучше ли направить их на пенсии, на социальные другие структуры. Поэтому те, которые призывают к перевыборам, к дестабилизации, к перевороту в государстве, это просто враги народа. Спасибо. Пожалуйста. Я полагаю, что все-таки люди устали. Мы хотим покоя. Эти дополнительные новые выборы, мы же с вами знаем, что это такое. Мы же с вами практически здесь все сидящие, каждый раз участвуем в этом мероприятии. Мы знаем, насколько это трудное дело, которое сегодня фактически бесполезно. Это в любом случае. Но потом следующая группа соберется и скажет, что этот парламент тоже нелегитимный, потому что он мне не нравится, председатель парламента, там еще кто-то. Поэтому всему есть определенные правила, есть нормы. Поэтому я думаю, что еще раз хочу сказать, давайте поддержим вновь избранное правительство. Все, что от нас зависит, мы должны делать на местах, потому что мы составные части того, чем они руководят. Мы поддержим и скажем, чтобы оставили их в покое и дали возможность работать. И доказать, что это... А придут следующие там выборы, когда, пожалуйста, будем участвовать и будем добиваться того, что нам хотим. Поэтому дадим работать правительству. Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Кто еще хочет, господи? Пожалуйста, Марьяна. Черняк незаслуженно. Это господина Плохотнюка. Вот все они говорят, что он непорядочный. Он взял и ушел с депутатства, который имел право на защиту. Он ушел, поставил мандат и сказал, пожалуйста, я ставлю мандат. Берите меня. Его никто не взял. Говорят, ты стоишь в партии, поэтому мы не можем. Он ушел из партии, говорит, берите меня. Никто не берет. Как же тогда кричать о том, что он держит всю власть в Молдову? Мне кажется, это очень неправильно. Мы, давайте говорить, все смотрим телевизоры. Может быть, там он был на нужном месте в нужное время, когда была приватизация. Не по-хозяйски мог, как говорится, распоряжаться вот этим всем, то, что он приватизировал. Но о том, что он, вот, что он держит все правительство, это, мне кажется, очень перевеличено. И я скажу так. Руки прочь от него. Пожалуйста. Пусть знают все вот там вверху, которые стали встречать. Локотнюк долой, полокотнюк долой. Нет. Долой им. Да дону долой. Который объединился с этими. Ну, усатый, я считаю, он душевновольной человек. И он скоро пойдет в Америку, потому что он сказал, что Колумба открыл Америку, а усатый закроет Америку. Так что ему мы дадим путевку в Америку. Сейчас. Новое правительство. Люди добрые, давайте мы с вами по-хозяйски подумаем. Вот семья. Шесть человек детей. Мать и отец уезжают на полгода. Оставляйте этих детей без денег, без пищи, без всего. Что могут делать эти дети? Вот так мы, мы старики, которые поручаем пенсию, которые мы получаем заработную плату, бюджетники. Если это правительство уйдет, это будет катастрофа. Только за это правительство. Пусть там были несоблюдены очень законы, но ничего. Да, то не соблюдают больше, чем это правительство, которое создалось. Я так думаю. И оставить это правительство. Они попросили минимум сто дней. Если мы не справимся, мы сами уйдем в отставку. Давайте мы поддержим их. Создадим им действительно срок. И они покажут тебе, мне кажется, и руки прочь от Филиппа правительства. Долой вот этих, которые держат этих стариков. Я не хочу говорить, но если вы знали, они сейчас хотят уйти, а их не отпускают. Они говорят, мы хотим уйти уже, мы уже замерзли, мы уже семья оставили, жены там подымают шум. А их не отпускают. Их обкружили так, что сейчас в Рейну в Рей, бяги, а смотри. Поэтому я вас очень прошу. Каждый из нас должен понять, за это правительство и долой тех, которые сейчас мутят воду. Да, вот и все. Мы за то, чтобы создать, чтобы поддержать новое правительство и поддержать этого человека, чтобы его не чернили. Я хочу сказать очень коротко. То, что касается каждого человека, который присутствует здесь. Есть одна истина. И она для всех, абсолютно для всех жителей на земле одинаковая. Написано в Библии, что человек поставил власть. И это касается Республики Молдова. Сегодня есть власть, и она поставлена, и она знакомая. И сказал Господь так, что ты, как человек, должен слушать правительство страны. Дома должен слушать мужа. На работе должен слушать начальника. Так написано в Библии, я ничего не преувеличиваю. И когда мы каждый будем соблюдать эти правила, оставленные на страницах Библии. Не людьми, на страницах Библии. Я думаю, что здесь все люди, которые посещают церковь. И ни один священнослужитель не скажет по-другому. И я 32 года уже живу в Гагаузии. Я сама была националистом Макдаланка. Я очень люблю свою Республику Молдову. Я очень люблю Гагаузию, народ, который живет здесь. Потому что я замужем за Гагауза. И я сегодня, хочу вам сказать, что живу очень спокойно. Потому что я на работе слушаю начальника. Любую власть. Ведь у нас не одна власть была, их очень много было. Я всегда прислушиваюсь. И мой муж здесь в зале скажет, что я и дома послушна. И вы знаете, что написано дальше в Библии? Что каждый верующий в Бога говорит, Господи, дай нам правителя мудрого, дабы мы жили тихо и безмятежно. Это не соответствует то, что происходит в Кишиневе. И я хочу вам уверять, что каждый верующий молится за тех людей, которые заблуждены там, потому что это мятежники. И еще одну очень последнюю истину. Тоже в Библии написано, что каждое сердце царя в руки человека. Что нам еще нужно? Все, что делают под присмотром Бога. Давайте последуем Богу. Благодарю. Спасибо большое. Кто-то еще хочет выступить? Хорошо, тогда выступи. Уважаемые друзья, я хочу сегодня построить нашу встречу, чтобы мы услышали друг друга. Не просто слышали, а услышали. Я прошу вас минут 15-20 всех выдержать, потому что это очень важно для того, чтобы мы говорили от сердца к сердцу, для того, чтобы каждый услышал то, что мы сегодня хотим, для того, чтобы, когда вы выйдете из этого зала, встречать с нашими соседними, родственниками, нашими жителями Камрата, других населенных пунктов Камратского района. Потому что здесь присутствуют все наши лидеры, всего Камратского района и всех 13 населенных пунктов. Уважаемые друзья, последний год действительно, этот год был тяжелый для нас. И скажу, что мы получили очень серьезные удары, и меня били со всех сторон. И били за что? За то, что я всегда говорил правду. Потому что у нас в жизни получается так, что если человек говорит правду, может быть даже горькую правду, но говорит, как она есть правду, то его бьют. Если человек, наоборот, врет для того, чтобы получить какие-то дивиденды, какую-то должность, значит его поддерживают, а потом начинают отчаиваться. Уважаемые друзья, вспомним год назад парламентские выборы. Я тогда, честно говоря, не то, что агитировал за один партию, да я и сейчас не хочу говорить о партиях, не хочу говорить о геополитике, о векторе российском, европейском. Я буду говорить о нашей республике Молдова, а конкретно о Гагаузии. Потому что это наша родина, наша земля, где живут все наши самые близкие. Я даже смотрю в этом зале, есть наши аксакалы здесь, старший возраст, вот Марья Ивановна как красиво выступила, рядышком вот женщина какие добрые слова говорила. Есть люди возраста, именно такого возраста, который сегодня всю работу, вся нагрузка, на которой сегодня лежит, это средний возраст. Есть молодежь, вот я смотрю прямо передо мной, Илья Мордар, наш, как говорится, гагаузский богатырь, смотрите, какой красивый парень. Его лице и очень много других молодых ребят, это те ребята, которые, тот коллектив, который сегодня в Гагаузии. И мы прежде всего, все, что мы делаем, мы должны идти именно с позиции, что вот наша земля, вот наш народ, что мы бы не сделали, нужно, чтобы первую очередь выиграли мы. Не кто-то, чтобы использовал нас, для того, чтобы прихождение власти, для того, чтобы решение своих вопросов, геополитика, а конкретно выиграли мы. Я много раз и раньше говорил, потому что много ездил, и в Россию, ездил в Татарстан, в Чечню, знакомился с многими друзьями, и в Европу ездил, и всегда говорил, что мне очень понравилось о отношении между Путиным и Кадыровым. Я говорю, что шла война, погибло очень много людей, и в конечном итоге пришли те правители в Чечне, которые подумали о своей земле. Для того, чтобы больше никто не погибал, когда они заключили мир, и вся власть Чечни перешла к чеченцам. И сегодня это один из самых, значит, красивых, обустроенных мест, где сегодня, несмотря на то, что вы видите, что творится на Востоке, все исламские государства, везде прожжение революции, война, а Чечня держится, хотя она первая начинала все эти воинственные действия. Почему? Потому что есть сильный руководитель. Я почему начал с этого, уважаемые друзья? И вот в прошлом году, когда шли парламентские выборы, я выступал и перед вами, и перед всеми населенными пунктами, что, уважаемые друзья, давайте не попадем в тупик. Давайте подумаем о Гагаузии. И с этих парламентских выборов выберем то, что лучше для нас. Мы советовались со всеми руководителями различной партии, но мы нашли то, что ближе к нам, что лучше будет для нас. Почему мы подружились с демократами? Не от того, что они самые лучшие. Я не буду сейчас их лелеять и говорить, что все они такие хорошие, все остальные плохие. У всех есть и хорошие, и все плохие. Но для нас они стали хорошими. Потому что в последний год, 2014, более 50 миллионов рублей получили инвестиции. Камрате прошло в начале 60 проектов. Много проектов было внедрено в Камратском, Чедорунском, Вулканежском районе. Начали с выбора, у нас договоренность была. Три депутата в парламент, министр, посол. И скажу, что, как предоплата, как говорится, нас троих человек сразу включили в парламент. Ни в одной партии такого нет, чтобы было три депутата. И это случилось. Но на выборах Гагаузия не поверила нам. И, к сожалению, получили Гагаузию только 10%. Социалисты Гагаузии взяли 57%. Вот год прошел, и что? И Гагаузия снова попала в тупик. Я говорил, что мы попадем третий раз в тупик, если не прислушаемся. Первый раз мы попали в тупик, помните, 2006 год. Гагаузия проголосовала за Патрию Родину. Почему? Потому что говорили, что она пророссийская партия. Она в парламент не попала. Коммунисты пришли в власть очень мощно. Гагаузии были 4 года, потому что не поддержали. Следующие выборы, значит, мы поддерживаем коммунистов, даем 70-80%, а получается так, что ворони теряют власть. И снова Гагаузию бьют со всех сторон. Третий раз, следующий тупик, выбираем социалистов, а в руководстве снова альянс, который большинство мы не поддержали. Обращаются, значит, сегодняшние и правители, и руководители к нам. Вы должны привлечь Гагаузии деньги. Если вы Гагаузии деньги не привлечете, Гагаузия на вас обидится. Кладш, на вас обидится, комрад. Я говорю, ну конечно, все время обижаться только на Дудоглу. Парламентские выборы голосуем за социалистов, на башканские выборы голосуем за Ирину Вах, на привланские выборы за Сергея Анастасова, а деньги должны приносить все время на Дудоглу, и обижаться будем только на него. Вот сегодня я почему-то и говорю. Вот сегодня как раз момент, я пример делаю с Гагаузией. Год прошел с парламентским выбором. Год назад эти партии выбрали, люди им доверили. Плохо, хорошо, не знаю как, и кто как, по-разному. Уже сегодня не выходит на площадь сколько? 10, 15, 20 тысяч человек. У нас живут 3 миллиона, и люди все не выходят. И каждый может услышать мнение всех. Выходит 15, 20 тысяч на площадь и кричат, 80% поддерживают нас, вы уходите. Это значит мне сегодня в Камрад выйти на площадь и сказать, что да, я проиграл выборы, но сегодня ситуация в Камраде поменялась, и меня сегодня поддерживает большинство, а я встречаюсь с людьми и вижу, многие говорят, «Возвращайтесь», и сказать, что давайте мы завтра проведем выборы, и с ними примара, и я приду, стану примаром. Это то же самое сегодня, как в стране. Выборы закончились, у каждого есть срок. Вот 3 года пройдет, в дальнейшем будут выборы, и есть ли те партии, которые сегодня рвутся власти, и они не однодневки, что сегодня появились на одну неделю, покричали, покричали и разошлись. Вот пускай они сегодня покажут себя, что-то будут делать. Мы сегодня в Гагаузии, я и наша команда в оппозиции, но мы при этом работаем. Не буду далеко ходить, скажу, по Камраду. Какие проекты Камрады сегодня внедрились? Только те, которым мы помогли. В пятой школе капитальная реконструкция, значит, пятая школа. Видите, что тут сейчас? Это наш проект. Даже те мусоразборники, которые сегодня есть в Камраде, это проект, который мы внедрили, только закончился он сейчас. И в этом году продолжится то, что мы делаем. Мы не отказываемся. Я сделал эти примеры для того, чтобы начать свою встречу. Уважаемые друзья, я хочу, значит, хочу, чтобы вы правильно слышали. Я не защищаю сегодня никого, я защищаю сегодня Грузию. Сегодня мы видим, что творится на Украине. На Украине, на Донбассе. Идет война. Никогда не бывает, что идет революция без крови. Мы маленький народ. И прежде всего, мы не должны думать сегодня и о Додоне, и о Сато, на Сато, на Стасе или о других. Мы должны думать сегодня о нашей территории. Нас сегодня снова втягивают непонятные игры. Кто бы из них не выиграл. Так как в УЗИ это не будет ни лучше, ни хуже. Может, хуже, а лучше навряд ли. Нас тягивают сегодня революционную борьбу. И втягивают народ, который русскоязычный народ. Мы все поддерживали, поддерживаем. И всегда будем поддерживать восточный вектор. Потому что мы говорим на русском языке. Я делаю пример, что у меня дочка живет в Москве. Замужем уже в Москве. Мы всегда поддерживаем, поддерживаем. Но прежде всего, мы думаем о тех людям, которые здесь. Поэтому сегодня, втягивая Молдову в этот большой конфликт, это будет просто страшно. Это катастрофа, это война. Никогда не бывает, чтобы власть отдали без войны, без крови. Вот сегодня эти партии, которые вышли на площадь и законным путем не могут забрать власть. А законного пути, чтобы они власть забрали, не существует. В парламенте проголосовало большинство за правительство. Сегодня есть четкое правительство. Вся власть, как говорится, все министры начали работать. Как их сегодня убрать? Вот они выступают, а соберитесь и откажитесь от власти. Такое возможно? Такое невозможно. А вот вы приходили в власти, тоже в 2009 году, собрались на площадь, сожгли парламент, сожгли президентуру и пришли в власть. Немножко забываю, не из-за этого пришли те, которые сегодня пришли. Да, тогда была катастрофа, то, что случилось. Но после этого не было революции, что кто-то захватывал власть. Тогда не могли выбрать президента. И Воронин, имея 60 мандатов, Глупа поступил. Он отправил парламент в отставку, надеясь, что в следующий раз он возьмет 80%. И получилось, что Глупа от него ушел, вошел в демократическую партию, которого они захотели выбирать президентом. И он получил 54 мандата, и все пошло. Поэтому не верьте тому, который сегодня будет вас призывать на площадь, для того, чтобы мы пойдем и мирным путем заберем власть, и у нас будет все хорошо. Планировалось в воскресенье еще один митинг. Что мы с многими из вас были в прошлый раз на митинге поддержки Плахотнюка, чтобы был премьер-министр. И сейчас, когда было утверждено правительство, второй раз мы хотели пойти на площадь, на определенное место, где могли собраться от 80 до 100 тысяч человек. И, в принципе, подтвердили все районы, что люди приедут. Но в последний день отменили этот митинг. Почему? Потому что службу безопасности страны выявили конкретно людей, которые приехали сделать конкретные чудовищные вещи. В толпе бросить гранаты для того, чтобы погибли люди. Вы вспомните в Украине, что было? В Майдан. Несколько месяцев. Майдан был, дурака валяли, захватывали здание, там громили не знаю что, но оно не переходило дальше. Когда начали людей убивать, сотни людей, тогда взорвали ситуацию и сегодня остановить не могут. Поэтому я считаю, что руководство нашей команды приняло правильное, значит, ни в коем случае не отправлять Кишинев людей на митинги, что не дай Бог, мы сегодня поедем 20 человек, приедем 19. Потому что то, что человек не приедет, за него нужно нести ответственность, у него дома семья, дети, родители, муж, жена и все остальное. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны об этом говорить в Камратии. Ни в коем случае не участвовать в этой игре. Все, хватит. Поддержали в одну сторону, поддержали в другую сторону. Есть правительство, пускай работает. Через три года время заканчивается одной власти, и если эта власть не будет работать, придет следующее. Скажу пару слов про Плохотнюка. Мария Ивановна сказала, уважаемые друзья, мы этого человека чересчур демонизировали. Конечно, я его не хочу защищать. Обычно богатых людей всегда ругают. И я не буду говорить, что он ангел сохранит. Но совсем по-другому, как оно сегодня есть. И скажу, что в этот тяжелый момент, как раз-таки, один из самых сильных людей республики, это Владимир Шпохотнюк. И его сегодня, не то чтобы он хотел, его насильно сегодня нужно было давать власть. Он богатейший человек, он миллиардер. Но я скажу, что он свои миллионы заработал, не будучи у власти. Он не был президентом, он не был премьер-министром. Премьер-министр, который заработал, он сидит. А Плохотнюк заработал свои деньги на улице, работая. Он начал с нуля. Он начал работать, он шашлыки продавал на дороге. Он начал, не имея ни одной копейки. Конечно, дальше, 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 дальше. Я не буду говорить, как он свои деньги зарабатывал. Но факт то, что он начал с нуля. Да, он сегодня разбогател. Но когда он сегодня разбогател, он сегодня хочет показать себе, оставить след, как говорится, на земле, своей республике, что денег, денег уже достаточно. Что нужно что-то сделать. И в этот момент нужно было его загрузить властью. И пускай работает. А если бы он не справился полгода, и тогда закончилось бы время Плохотнюка. Потому что, если не справляясь, ему пришлось бы уйти не то что от политики. Ему пришлось бы убегать с республики Молдова. Потому что его никто бы не простил бы. Поэтому я и поддерживал, что если пришло время, что последние три года, вы видите, из-за того, что они все ругались, на первые планы, премьер-министрами, председателем парламента, всегда ставят второстепенного человека. А потом, ну он же не был первым человеком в команде, он ничего не может решить. С него спроса нет. Как в парламенте был задан вопрос Юрию Лянко. Он был премьер-министром. Вы видите, что идет отток денег, сотни миллионов долларов уходит с банковской системы. Вы премьер-министр, вы курируете Министерство финансов. Вы видели? Да, видел. А почему не остановили? А мне приказал Филипп. Он премьер-министр, а показал Филипп. Филат. Что я сегодня сниму? Приказал Филат. Значит, приказал Филат. Поэтому нужно ставить первые роли только первых лиц, чтобы дальше с них спрашивать. Потому что когда мы ставим вторых, не с кого спрашивать. Но получилось, что получилось. Сегодня правительство Филиппа утверждено. Я скажу, что для нашей команды, в принципе, и для Гагаузии, это очень хорошо. Потому что в этой команде сегодня есть огромное количество министров, начальника департамента, через который мы можем решать много вопросов. Не только кадров, но и социальные, экономические, финансовые, инвестиционные, и другие, грантовую политику для того, чтобы Гагаузию что-то развивать. Как мы можем сегодня говорить, что это плохо, если те люди пришли к власти, которые нас поддерживают, в той команде, где есть три депутата парламента. Естественно, что мы эту команду поддерживаем. Уважаемые друзья, я сегодня пригласил, я, честно говоря, думал, что у нас будет меньше, но я вижу, что у нас очень много людей, и это очень здорово. Поэтому мы сегодня должны окончательно для себя поставить точку наших отношений. Давайте мы прекратим друг друга обвинять. Ты за Россию, ты за Европу. Ведь в парламентских выборах, вы помните, что творилось? Что только не сказали о Дудову. Дудову Европу, Дудову Румынию. Мы будем только с Россией, мы обязаны быть с Россией, как кто-то поднимал руку. Помните, на выборах? Закончились выборы, что случилось? Башкан в Бухаресте, румынский принц по Камрату ходит, а Дудову где? А Дудову снова летит в Москву, встречается с Нарышкиным, Валентиной Ивановной Матвеенко, мы его выбираем снова руководителя ассамблеи, и мы снова там говорим. Получается все наоборот. Поэтому давайте мы оставим геополитику, давайте мы подумаем о нашем народе. Поэтому сегодня я предлагаю поддержать полностью правительство, которое есть, дать им время, пускай пройдет хотя бы сто дней. Почему с первого дня все начали им мешать? Потом сказать, что они не работали. А ведь в целом, я не буду скрывать, уважаемые друзья, в декабре, значит, на заседании парламента был министр финансов, который открыто сказал, вы шумите, шумите, но вы не смотрите бумаги, мы банкроты, денег нету, январь, февраль, март не будет ни пенсии, ни зарплат. Думайте об этом. И сегодня я скажу, когда правительство выбрали, первым делом правительство что делает? Не кричит, как комраде кричат, денег нет, нам долги оставили, а начинает работать. Так я в свое время, когда пришел при Марии, не кричал, что денег нет, а за сучу рукава работал. И сегодня правительство начинает искать деньги. Не важно где, но деньги нужно найти, вовремя дать пенсии, потому что я думаю, что сейчас я Мария Ивановна поддержит. Кто-то на пенсию живет, нет накопленных денег на следующее. Получил пенсию, кушаем, не получил пенсию, не кушаем. А представьте себе, что 2-3 месяца нету пенсии. А если пойдет революционная сегодня волна, в стране денег нету, затянется военное действие, оно протянется полгода, 6-7-8 месяцев, и неизвестно потом, кто придет в власть, и что дальнейшее будет. Потому что никто власть просто так без борьбы, без крови отдаст. Поэтому я считаю, что правительство сегодня, что есть, и начало работать, очень нормально. Пускай может быть начало, но уже газ на 11% с ценой снизили. Некоторые говорят, они делают просто первые шаги, чтобы закрыть нам глаза. Уважаемые друзья, ну что все правильно понимали, да, демократическая партия была в альянсе, которым было в руководстве, но руководить всегда альянсом кто? У кого? О, премьер-министр. Куда голова, туда и туловище. А демократы никогда не были в голове. Никогда не было премьер-министра-демократа. Приходилось идти за той головой, которая правильно или неправильно думает, а она подумала, что миллиард украла, и нас, и туловище, полностью опозорило. То, что случилось в реальности Молдове. Но и снова же этот миллиард кто начал искать? Снова же тоже плохотнюк. Он не участвовал. Он нас собрал, сказал, ребята, не верьте тому, что говорят обо мне, что я участвовал. Вот мы сделаем все возможное, и Филат получит по заслугам. И пускай скажет, что плохотнюк задействовал. И так получилось. Когда Филата закрыли, он не сказал, что здесь плохотнюк украл. А наоборот, выявились его на наше и все-все остальные, которые в этой связке. И эти деньги нужно находить назад. И сегодня этим вопросами занимаются. Уже нашли где-то 200-300 миллионов, но остальные ищут, и я думаю, что найдут и вернут назад. Правительство начало работу, значит, уже сократили цену на газ, сократили цену на дистопливо, на бензин, 50 копеек, сейчас еще 60 копеек. Собрали всех руководителей, которые занимаются сферой бизнеса в этом направлении по энергоресурсам, и предупредили, что если вы будете повышать цены во всем мире, нефть падает, а вы повышаете, мы возьмем ваши товаротрансовые документы, почему вы их получаете? Ну, все их меняют. Естественно, что пошло вниз-назад, потому что в руководстве сегодня одна команда начала руководить. Когда три головы, не поймешь что. Демократическая партия в руководстве с Филиппом взяла обязательство вытащить страну из тупика. Поэтому я считаю, если мы умные люди, мы должны дать возможность, пускай они покажут свою работу. Начались встречи, и без дополнительных средств мы сегодня не выйдем с кризиса. Сегодня буксует Европа, буксует Россия. Вы смотрите, что творится с рублем сегодня и в России, и с другими вещами. Поэтому нужно дополнительные средства. МВФ, который не хотел молдовый денег давать, потому что не было правительства, готова прилететь на встречу. Филипп уже договорился. Филипп был в Бухаресте. Кто-то мне сегодня даже говорит, а нам не нужны румынские деньги, 150 миллионов евро дадут, нам не нужны. Может вам-то не нужны, потому что у вас там все есть дома. А спросите тех людей, мы же их не получаем в подарок, что мы завтра войдем в Румынию. Это исключено. Вопрос не идет ни в коем случае какие-то обеднения. Вопрос идет о кредите. Румыния сегодня имеет газ, нефть. Естественно, что им легче. Молдова не имеет. Сегодня взять кредит для того, чтобы в дальнейшем на маленький процент закрыть сегодняшнюю проблему, которая есть, вернуть с банков и с системы то, что украли, часть назад и расплатиться. Но в этот тяжелый период зимы нужно выйти. Поэтому правительство начало работать. И тут же правительство следующие шаги. Значит, вопрос идет сейчас готовить комиссию повышения зарплат для бюджетной сферы. учителям образования уже, в принципе, уже вопрос стоит, и не просто это правительство должно принять решение по поднятию зарплаты, здравоохранению врачам, потому что мы видим, что врачам, если зарплату не дают, кто кормит врачей? Мы приходим и сами им, сами сунем карманчик за то, что приняли операцию, сделали все остальное. Если у них будет нормальная зарплата, ну, тогда уже чуть-чуть другое отношение. То есть, вопрос движения уже пошло. Уважаемые друзья, поэтому я не буду долго вас задерживать, в конце я хочу призвать и сказать. Николай, а пенсионерам? Значит, уважаемые друзья, очень правильный вопрос, очень правильный вопрос. Я думаю, что одно из самых важных моментов пенсионерам увеличить зарплату. Но вопрос идет о том, что не просто пенсионеры, потому что у нас пенсионеры тоже делятся на несколько категорий. Есть пенсии ниже прожиточного минимума, то есть пенсии, за которые невозможно прожить. Есть пенсии повыше, есть пенсии даже очень хорошие, те, которые вышли на пенсию, будучи депутатом парламента или другое. Поэтому сегодня вопрос идет, что поднятие пенсии самым, значит, пенсионерам ниже прожиточного минимума, то есть, кто имеет минимальный поднять. Но это вопрос, который в дальнейшем нужно рассматривать. Я не говорю, что завтра, послезавтра, значит, у нас в Гагаузе в Молдове будет рай. Но, во всяком случае, пошли какие-то сдвиги. Если мы сами сегодня выйдем и это все уничтожим, завтра обвинить некого будет. И очень обидно будет, что Гагаузе как всегда использовалось, так и будет использоваться. Нужные голоса приходят, забирают, а потом ничем не помогают. А если сегодня выйдем на площадь и начнем целую революцию, войну, в дальнейшем кого вы думаете обвинять? Потому что Гагаузе всегда, значит, народ, который в первых рядах. Я хочу остановиться еще пару минут в конце и рассказать события, которые прошли в парламенте. Потому что я думаю, что всех это не интересует. Да? Да. Я думаю, что да. Уважаемые друзья, тоже много разговоров. Значит, жились переговоры два-три месяца, чтобы было, значит, руководство большинства в парламенте. Вот мы езжали в Петербург, были представители социалисты, были коммунисты и были демократы, был я. У нас была встреча между собой. Заместитель председателя парламента Витюк, Владимир Витюк, вот мы говорили вместе с социалистами, и он еще тогда сказал социалистам. Плохотнюк предложил социалисты, коммунисты, демократы, объединяемся, создаем общие фракции, большинство, и забираем власть в Молдове, и работаем, и меняем вектор. Меняем вектор. И коммунист говорит социалисту, убедите Дадона, это правильное решение. Тебе говорят, не, 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 так не пойдет. Почему? А мы не хотим брать ответственность за вас, мы придем к власти отдельной, заберем всю власть. Витюк ему говорит, вы говорите то, то, что Воронин говорил три года назад, что мы придем и все заберем. Вы думаете, что мы меньше шумели, меньше митингов делали, мы эти пустые бочки вместо барабанов красных били три года. Но когда пришли парламентские выборы, ожидали 51%, а взяли 21 мандат. У вас получится то же самое. А если даже через три года вы пойдете на выборы и пройдете, с кем правительство будет делать? Или социалисты возьмут 51 мандат? Говорят, не, 51 мы не возьмем. С кем будете делать? С усатым? Не, с ним мы не сможем. Он очень плохой партнер, он поменяется на полпути. Тогда чего ждать? И мы приехали с Петербурга, я еще тогда понял, что у коммуниста внутри созревают внутренние какие-то скандалы, что часть из них придут к нам для того, чтобы мы формировали правительство. И 14 человек вместе с тем же человек, которым мы говорили, он ведет ком, они перешли в нашу сторону. Получилось, что мы имели 19 человек, один человек от социалистов перешла с лупу женщина, с коммунистов перешли к нам 14 человек, перешли 8 либерал-демократов, значит, в целом поддержали партию либеральная, и получилось 57 человек, которые проголосовали в парламенте из этого правительства. Последний день, когда начались эти митинги, начали угрозы, что мы депутатов не пустим в парламент, мы депутатов не знаю что, мы депутатов заставили, вообще начались угрозы. И естественно, что депутаты тоже люди, у депутатов тоже дома есть семьи, есть депутаты, женщины, и все остальное. И было решено, что в один день соберется бюро, примете решение, и в тот день соберется большинство, которое подписали уже документ, что сделали большинство готово выбрать правительство Филиппа. И утром заседает бюро, принимает решение, что в 4 часа назначается заседание парламента. Все это законно. Нас вызывает парламент, мы приехали до 3, потому что 3 часа было заседание фракции, где мы проголосовали за министров, которые мы от нашей партии. После этого в 16.00, согласно, как оно и планировалось, началось заседание парламента. И нарушение здесь абсолютно нет, не верьте никому. Назначили в 16.00, это рабочее время, и оно и прошло. В 16.00 заседание парламента, в 19.00 инаугурация, то есть принятие присяги премьер-министру и всем министрам. Вот планы. В 16.00 начинается у нас сессия, значит, приглашается к трибуне премьер-министр для того, чтобы выступил программой. Так оно заведено, он должен рассказать, почему он идет премьер-министр. В это время социалисты стоят и блокируют трибуну. А мы не дадим премьер-министру выступать. А не нарушают закон? Конечно, нарушают. Я лично сказал социалистам, не хотите слушать? Выходите. Вам не интересно? Значит, выходите. Кому интересно, тебя останутся послушать. Но не тут-то было. Все они начали стучать, вытащили какие-то дудки, начали гудеть. Потом вытащили блокады. Председатель парламента, потому что трибуна была занята, значит, сказал премьер-министр, чтобы с места выступал. И премьер-министр с места начал выступать, значит, говорить о своей программе. Но в это время следующие шаги социалисты начали уже идти к нему и дудеть возле его уха. Естественно, что представители нашей команды, мы встали, отобрали эти дудки у них, отобрали эти плакаты, и оказались они не такими героями, как им самим казалось. Сразу они успокоились. Но для того, чтобы дальше в парламенте не было, как на Украине, как было в Японии, чтобы там были потасовки и драки, было предложено. Выступил один из депутатов и предложил, что программу мы выслушали, программа длилась 30 минут. В дальнейшем должны были быть вопросы. Значит, выступил по моему луку и сказал, что, уважаемые друзья, большинство, вы имеете вопросы. Те, как уже 68 человек, вы имеете вопросы. Мы видим, что сегодня провоцируется скандал для того, чтобы здесь была драка. Поэтому, если вопросов нет, давайте мы утвердим вопросы без дополнительных, а в дальнейшем министра будем вызывать на фракции и задавать те вопросы, которые у нас будут в дальнейшем. И было принято большинством решение, что проголосовать. И проголосовало 57 человек. Заседание закончилось. Так говорится, министры были утверждены. Дальше, это было 5 часов, дальше они должны поехать к президенту для того, чтобы принять присягу. Законно все? Законно. Почему виноваты премьер-министры и министры? Присягу принимали позже. Потому что оппозиция снова нарушила законы. Они тут же обкружили здание, не давая возможности ни депутатам, ни министрам выходить. И в первую очередь, когда я видел полицию, которая, в принципе, блокировала, чтобы никто не подходил в парламенту, ворвалась первая группа. Это были представители, я скажу, что не аусатого, не ассоциалистов, потому что здесь более умеренные люди. Это была дикая дивизия именно платформы, да. Это те деятели, которые сжигали пару лет назад парламент и президентуру. Они как дикие румыны вылетели туда и начали кричать. Если вы видели их возгласы, они на себе рвали волосы, они валялись на земле, они кричали, как будто их убивают. Мы сверху смотрели, эти люди как будто обкуренные были или пьяные или обкуренные. Их не могли успокоить. В дальнейшем, естественно, чтобы начало приходить намного больше и больше людей и людей, которые не были озлоблены. Они пришли для того, чтобы высказаться, они пришли для того, чтобы поучаствовать. Но куда идет толпа, идет все остальное. Начались потасовки, начались потасовки, депутатов начали выводить, министров по разным. Я скажу, что мы с нашим моим коллегом Демианом Николаевичем Карасене мы остались до конца парламента. Мы не хотели уходить. Возможность была уйти, может, одним из первых. Но мы не хотели уходить, переодеваясь или что-то другое. Мы поддерживали наших министров, женщин, поддерживали депутатов женщин, потому что они звонили домой, они многие плакали, потому что дети дома есть. Что мы знали, что в конце концов все равно мы оттуда выйдем. И скажу, что я не начал, немного не думал, я позвонил в Камрад. Я позвонил Григорьевичу Марарю и сказал, что, ребят, а ну давайте заберитесь, приезжайте в Кишинев. Потому что эти дикие руманы, которые на улице, могут натворить бедов. А ну давайте приезжайте, и мы вместе с вами выйдем с этого парламента. Я считаю, что мы правильно сделали, чтобы проголосовали это наше правительство. И я скажу, что сегодня, пускай говорят о депутатах, о министров, что хотят, кто-то высмеивает, как они хотели. Депутаты из Гагаузии вышли в горло, поднятой головой. Потому что наши ребята пробили кордоны этих дикарей, прошли через полицию, и когда они подошли к автобусам, которые должны были вывести я скажу, что все депутаты были в шоке. Что Гагаузии пришли издалека, Гарламбич где, мы пришли за вами. Я большим, говорится, конвоем, потому что человек, наверняка, 100 пришло, вот здесь и Дима здесь. Вместе с ними мы прошли через вот там, Бум, сел в машину и поехали домой. Дело сделали и поехали домой. Поэтому если кто-то говорит другое, это не так. Но в эту потасовку в парламенте шла очень долго. И пока все министры вышли, это уже было 11 час. Поэтому они, когда все вышли, поехали к президенту для того, чтобы принять присягу. Потому что видя, что творится и может быть в дальнейшем захват зданий, начало конкретной революции, пролитии крови, кто-то должен был ответственность взять на себя и остановить. Поэтому правительство приняло присягу поздно вечером, но это не их вина. Они готовы были принять и 19, и просто не дали. Вот так утвердилось это правительство. На следующий день правительство начало работать. И дальнейшие митинги, то, что проходят, мы видим, что в принципе сегодня оппозиция, которая рвется власти, где-то в душе и боится нарушить законы, но хочется и колется. Но по-другому не успокаивается. И следующие шаги, сейчас они говорят, мы до четверга слово даем вам возможно, чтобы ушли. если не уйдете, мы будем блокировать все дороги, поезда и самолет. Кто пострадает? Люди. Люди. В Кишиневе уже посчитали, значит, неполученные миллионы лей, потому что останавливаются дороги, троллейбусы, никто не работает, и потери. Людям нечего получать зарплату. Ну, это, в принципе, я рассказал, как оно все происходило. Я постарался сегодня быть очень откровенным, с вами ничего не скрывать, и хочу обратиться к каждому из вас в вашем лице, обратиться всем жителям и Камрад, и Гагаузи. Уважаемые друзья, забудем все наши выигрыши, все наши проигрыши. Сегодня ситуация очень сложная, и в этой сложной ситуации Гагаузи должна принять правильное решение. А правильное решение, это то, что сказала вот уважаемая женщина, что везде должен быть порядок. Если мы все будем нарушать чего-то, будет хаос. А там, где хаос, надо не разбериться, не может быть ни песни, ни зарплат, и будущее. Начнется заваруха, потеряем и своих детей, и все. Поэтому давайте прислушаемся своему разуму. Есть правительство, оно должно работать. Не будет работать. Не сделать то, что мы от него ждем. Вот тогда можно отправлять и в отставку. Отправлялась много правительств. Но сегодня просто выходить и начинать громить здание, разгромили президентуру, 4 года еще не отремонтировали. Сейчас сожжем еще 10 зданий, никогда не отремонтируем, потому что денег нет. Уважаемые друзья, я думаю, что если сейчас возникли какие-то вопросы, давайте я их наотвечу. Я в зале очень душно, я смотрю, что люди уже и спешат. Буквально 5-10 минут, если возникли вопросы, давайте задавайте, мы ответим, ответим, ну а потом поставим последнюю точку. Есть вопросы? Вопросов нет. Значит, задаю я вопрос. Уважаемые друзья, я свое мнение сказал, мое мнение, что сегодня должен быть порядок, есть правительство, оно должно работать, а мы с ним должны спрашивать. Пенсию должны получать, зарплату получать, инвестиции должны идти, жизнь должна меняться. И мы за это должны спрашивать у всех структур власти, которые есть. Я это поддерживаю, не поддерживаю, чтобы наши люди, в первую очередь, в Гагаузии, ходили на митинги, были в первых рядах, чтобы в дальнейшем озлобить руководство, которое сегодня есть, что Гагаузы хотят нас сместить. И я вчера был в трех министерствах, и меня встречали все с одним вопросом. Пару дней назад Башкан Гагаузии принимала присягу, целовала флаг у Тимофти, а в воскресенье, они говорят, мы слышали, что Башкан Гагаузии отправил людей в Кишинев на эти митинги, чтобы свергать правительство. Говорят, так это же наше общее правительство. Башкан Гагаузии член правительства. Говорят, мы вместе сидим за одним словом правильной республикой, а сегодня она хочет нас свергнуть, как мы с ней будем в дальнейшем работать. Чтобы этого не было, что нас, нам будет вспоминать, что мы были зачинщики и мешали им работать, и не будут нам помогать. Давайте мы сделаем по-умному. Хотя бы на этот раз сделаем по-умному. Мы прислушиваемся здравому мнению, пускай работает, а мы будем спрашивать. И тогда, я думаю, что у нас все получится. Поддерживаем. Если поддерживаем, друзья, я не призываю сегодня, что мы критиковали Башкана Гагаузии, я не призываю сегодня, что мы боролись с примаром города Камрата, и ни в коем случае не призывали переворотов и тому подобное. Придет время, время быстро летит. Год почти у Башкана пролетело, 7.80 у примара, поживем, увидим, каждому дало время, чтобы работать. Пускай работает, мы посмотрим. Но мы не уходим с Гагаузии, мы тоже продолжаем работать. Придет время, мы выступим с нашими предложениями, с нашими программами, и если нас люди поддержат, мы придем в власти. Сегодня то, что есть, есть власть, они должны работать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ